Здравствуйте, Виктор! Спасибо, что вы нашли время посетить нас на «Голосе Америки». Мы внимательно следим за вашим творчеством, поздравляем вас с изданием в Соединенных Штатах вашей новой книги «Главный виновник» на английском языке. В прошлом году вы откликнулись на попытку НТВ создать материал о вашем звуковом варианте книги «Ледокол». И тогда в своей статье под названием очень выразительным «Честный медведевский» или «Плюшевый гарант» вы написали, я вас цитирую. «Все мои книги о войне можно одной фразой выразить. Сталин считал предстоящее нападение Советского Союза на Германию триумфальным финалом 20-летней подготовки большевиков к завоеванию Европы». Вот сегодня многие историки называют вас клеветником. 35 даже больше книг по этому поводу написано. Но вы не сдаётесь и настаиваете на своей версии истории Второй мировой войны, связанных с этим событием. Почему? Потому что мне говорят, вот ты фальсификатор истории, ты искажаешь историю. А я говорю, а где вот эта история? Вы мне покажите её? Её нет. Прошло 60 лет после окончания войны, а её не могут никак сочинить, эту историю. Поэтому, если бы она была, я бы её искажал. Но её нет. При Сталине её вообще не писали, никакую историю. Товарищ Сталин сказал, что вот есть книга моя, называется «Великая отечественная война Советского Союза». Вот и всё. То есть Сталин говорит вперёд, ура, вот вместо истории использовалась такая книга. Умер товарищ Сталин или ему помогли умереть. После этого пришлось эту книгу уничтожить, и выяснилось, отвоевали такую войну, а истории нет. При Хрущёве написали шеститомник, позорный, сейчас все стесняются его показывать. При Брежневе написали ещё один, хоть там двенадцатитомник, опять же стесняются его показывать, потому что там товарищ Брежнев. И вот пытаются, 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 когда напишут официальную историю, вот тогда у них появится право обвинять меня фальсификатором. А пока я просто говорю то, что было, вот и всё. О борьбе с фальсификаторами, раз уж мы о них заговорили, вы не раз, в общем-то, писали, когда восстанавливаете историческую правду о периоде Второй мировой войны. К примеру, вы документально опровергли заявление самого маршала Жукова о том, что с января 1939 года по 22 июня 1941 года Красная Армия получила более 7 тысяч танков. Вы привели данные статистического сборника номер один Минобороны Российской Федерации 1994 года, согласно которым танков КВ на 21 июня было 711, а Т-34 ровно 2400. Вот всем известно, в общем, сколько миллионов жизней унесла Вторая мировая война, Великой Отечественной в частности. И исторические параллели, не знаю, насколько сейчас уместны, слава богу, сейчас не война, но тяжелый экономический кризис. И вот первый вице-премьер Шувалов объявляет, что экономический кризис под контролем правительства, в то время как известный авторитетный экономист, ученый Андрей Ларионов утверждает, что это совсем не так. У вас как историка не напрашиваются исторические параллели? У меня напрашивается параллель и очень прямая. 3 июля 1941 года товарищ Сталин выступил по радио. Это его речь записана, мы можем ее прослушать. У него стучали зубы об стакан. И он говорил о том, что лучшие германские дивизии уже уничтожены, но тем не менее, вот они еще немного продолжают двигаться вперед. Вот авиацию мы уже уничтожили. Вот это параллель напрашивается. А потом это все завершилось колоссальными людскими жертвами. Это завершилось тем, что подорван жизненный потенциал нации, нация вымирает. А победные лозунги мы кричали всегда. Рейтинг популярности Сталина остается очень высоким, как показали недавние исследования. Чем вы это объясняете? Это, на мой взгляд, объясняется тем, что больше нам нечем гордиться, понимаете. Другого у нас человека нет лучше Сталина. Человек, который уничтожил десятки миллионов своих сограждан, считается каким-то отцом нации, самым популярным человеком. Это объясняется, видимо, тенденцией всего общества движением к тоталитаризму, возвращением к тоталитаризму, когда народ, и мы не можем осуждать наш народ, когда он вкусил вот этой свободы, экономической свободы, которая обернулась вовсе не свободой, а тотальным воровством. Конечно, народ смотрит, и я понимаю свой народ, народ смотрит на товарища Сталина и говорит, а вот при Сталине такого не было. А вот при Сталине стреляли. Изря так вот не стреляли, а вот если он, уж если так человек хапал, уж товарищ Сталин бы расстрелял бы. Вот, по-моему, это даже и не так плохо, то, что люди так думают. По-моему, по-моему, это реакция, реакция на то, что происходит сейчас в нашем обществе. Ну, Сталин нехороший человек, я согласен с этим, Сталин преступник, но украсть хотя бы миллиард долларов при Сталине было невозможно. И вот народ, видя то, что творится сейчас в этой стране, как разворовывается она, вспоминает, ну, был твердая рука. Я всегда, когда говорят про твердую руку, я говорю, было бы неплохо еще и светлую голову к твердой руке. Вот, ну, народу нравится твердая рука. Вы знаете, вообще, любая попытка анализа ошибок, допущенных советским руководством перед началом Второй мировой войны, воспринимается сейчас очень многими в России как кощунство. Вы согласны с таким? Я согласен с этим от того, что 70 лет в нашей стране наш народ не имел, ну, это какая-то цепь преступлений, понимаете? И если посмотреть на историю Советского Союза, то, оказывается, есть одна только светлая дата. И это дата 22 июня 41-го года, когда мы оказались жертвой. В остальное время это или мы там нападали на Финляндию, или присоединяли там какую-то там Бессарабию, или давили кого-то, душили кого-то, а тут на нас напали. И народ чувствует это вот, мы хорошие, на нас напали. И вдруг появляется какой-то Владимир Резун, он же Суворов, он же вообще нехороший человек, и говорит, ребята, и тут вы тоже неправы. Ну, я понимаю реакцию народа, ну, как это? Тогда получается, что вся советская история, это не просто цепь преступлений, это одно сплошное преступление без всяких перерывов. Ну, конечно, ветеранам, и не только ветеранам, но и их детям, и их внукам, это воспринимается очень болезненно. Хотя, должен сказать, что люди, которые действительно воевали, не в загранотрядах стояли, а действительно воевали, они писали мне такие письма, что я до сих пор горжусь тем, что вот я получил. Я много раз говорил о том, что у меня самая мощная коллекция рукописных, свидетельств о войне. 17 кубометров писем у меня, 17. Какое самое запоминающееся? Вы знаете, дело в том, что они в основном одинаковые все. Самое запоминающееся, это пишет солдат, он потерял одну ногу, это было сразу после... Сейчас-то они выберли уже все, потому что книги вышли 20 лет назад, тогда они еще были живы. Пишет ветеран, одноногий, говорит, вот меня, служил я во второй ударной армии, чудом остался живой. Это Ромбушевский коридор, это просто... это дикое место, где сейчас кости лежат на валом. Вот, и он говорит, что спасибо тебе, сынок, вот, что ты мне рассказал то, что было. Я, говорит, это все знал, только вот, говорит, вот выразить не мог, теперь я это дело знаю. И дальше он пишет, вот если бы у меня была возможность поплакать на твоем плече, вот я бы, говорит, поплакал. Вот у меня такое письмо есть. Вы знаете, сейчас, когда, вот недавно отмечали годовщину снятия блокады Ленинграда, вспоминаю те жертвы, которые были принесены в этом городе. И вышло несколько книг, в которых, в общем-то, приходят к выводу авторы, историки, ваши коллеги в России, о том, что, в общем, таких жертв могло и не быть. И вы занимались историей войны Советского Союза с Финляндией. Так ли это? Согласны ли вы? Я полностью с этим согласен. Дело в том, что Советский Союз напал на Финляндию в 1939 году. Объявили, что восстание рабочего класса в Финляндии. И у меня, кстати, с собой есть документы. Я вам могу завтра его показать. Это договор, секретный протокол между правительством Союза Советских Социалистических Республик, подписанным нашим председателем Совнаркома товарищем Молотовым. И с другой стороны, другая сторона, Тач Кусинин подписывает этот секретный договор. И я обратил внимание на мелочь. Потому что люди не обращают внимания на то, что лежит на поверхности. Договор, договор, все его видели. А мелочь вот какая. Товарищ Кусинин подписался русскими буквами. То есть, это была настолько дикая такая инсценировка просьбы финских трудящихся оказать им помощь. Так вот, эта финская война привела к другой финской войне. И опять же, в 1941 году нам говорят, что Финляндия вместе с Германией напала на Советский Союз. Сейчас выясняется, что это не так. 25 июня 1941 года Красная Армия второй раз напала на Финляндию. Оказывается, Гитлер напал 22 июня, а тут было все нормально. Но нам вроде делать было нечего, кроме как отбивать нападение Германии и еще второй раз нападать на Финляндию. И вот это нападение на Финляндию, оно создало такую ситуацию, когда случилась блокада Ленинграда. Если бы на Финляндию не напали, то тогда не было бы фронта там. Вот и все. Еще один момент исторической правды, который, наверное, все-таки требует того, чтобы к нему возвращались вновь и вновь. Когда говорят о том, что милитаризация и промышленный расцвет, который, в общем, привел к милитаризации Германии, к фашизации, стало то, что, в общем, эта страна была инспирирована Соединенными Штатами. Политикой Уилсона. Соединенные Штаты и западные державы были заинтересованы в усилении Германии. И сейчас, и многие российские историки винят именно Запад в том, что эта война началась. А позиция Советского Союза, и в частности, акт Молотова-Риббентропа, утверждают они, это была, в общем-то, ответная реакция. Советскому Союзу деваться было некогда? Деваться было куда? И вот один из возможных вариантов развития события. Допустим, Сталин предлагает Гитлеру. Вот Гитлер, вот я, между нами Польша. Тебе, Гитлер, нужен Данцех, нужен автострада в Восточную Пруссию. Пожалуйста, возьми это. Если хочешь, пожалуйста. Если тебе еще кусок Польши нужен, возьми кусок Польши и я возьму. Но пусть между нами останется какая-то урезанная Польша. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok